Когда я был студентом-медиком, мы с одногруппниками обсуждали один любопытный феномен. Во время лекции, где описывались различные заболевания, особенно психические, инфекционные, все невольно начинали примерять на себя неуютный костюмчик этих самых заболеваний. А вот у меня что-то похожее. И это тоже про меня. Вот уже и зачесалось, и глаз задергался. Вокруг уже не сонные, а напряженные лица. Может быть, они тоже поняли, что я завтра умру в страшных мучениях? Привет, я Витя. Хочу поговорить с тобой об ипохондрии. Говоря ипохондрик, обычно подразумевает часто болеющего человека. Но дело в том, что он и не выздоравливал. Эффект, описанный в начале подкаста, наблюдают за собой практически все. И в случае со студентами-медиками это даже имеют положительный момент. Ведь примеренные на себе и столь сильно эмоционально подкрепленные лучше откладываются в памяти. Потом пациенты будут благодарны за перенесенные нами душевные терзания на парах. К тому же быстрый темп смены жутких симптомов воспитывает некую психологическую толерантность. И к тому времени, когда это перестает тебя беспокоить, ты понимаешь, что один симптом без ряда других симптомов и нужных предпосылок, скорее всего, ничего не значит. Да и мнительность – плохое подспорье для врача, о чем я уже говорил в другом своем подкасте. Этот эффект имеет название «синдром Мюнхгаузена». Помнишь этого барона? Он прославился рассказами о своих эпичных приключениях, доведенных до гротескного абсурда. Так и каждый из нас, наткнувшись на видео про психическое заболевание, невольно цепляется сознанием за беспокоящие его моменты. Может случиться примерно такой внутренний монолог. «Кажется, у меня часто и резко меняется настроение», особенно во время просмотра таких роликов. «А какие там еще симптомы?» «Да-да, очень похоже». На самом деле, совсем не похоже, но в итоге все симптомы сходятся в этой голове. «У меня биполярка, и ты, четвертая личность, вызови скорую». «А, что? У седьмой личности шизофрения?» То же самое может произойти и во время просмотра видео о вреде курения. Вот уже начало першить, наверное, тарак горла, о котором я в каком-то ролике слышал когда-то. Но проходит час, и горло уже в порядке. И двадцать три личности куда-то ушли, оставив после себя немытую посуду. Но что насчет синдрома Мюнхгаузена? Он-то у тебя точно есть, так? И у меня? И у всех нас? Давай разбираться, ведь у нас уже есть опыт постановки, ни много ни мало двух диагнозов. Самим себе не очень удачных, но ведь мы не назначали целительную эвтаназию. В третий раз все пройдет как надо, обещаем. Синдром Мюнхгаузена. Про второе слово мы уяснили, это преувеличение и выдумывание на пустом месте неких признаков, маркеров болезни, которые называются симптомами. Экстраполируя их, человек находит заболевание, все больше переживая по поводу находки, донимая врачей, которые ничего не находят, и так по кругу. Мюнхгаузен отправляется во все новые и новые приключения. Но что значит первое слово? Что такое синдром? Синдром – это совокупность симптомов, которые при определенной комбинации и предпосылках может говорить о наличии заболевания. А может и не говорить. Теперь снова вернемся к студентам-медикам, так быстро потерявшим новообретенную болезнь. Воспользуемся бритвой оком и оставим только два признака. Попытка отыскать у себя мнимое заболевание и короткий период этого поиска. Получается насморк, который прошел, пока ты думал, как его вылечить. Или если привести более серьезный пример, то это похоже на человека, утверждающего, что у него депрессия с самого утра. Симптомы присущие депрессии, такие как подавленное настроение, потеря интереса к жизни, безразличие к своему внешнему виду и так далее. В течение нескольких дней не говорит о том, что это точно депрессия. Заболевания должны иметь некие периоды развития, течения и так далее. Так и здесь должен быть постоянный страх за свое здоровье и неустанные попытки спастись. Так что из этих двух признаков не получается совокупности. Значит, симптомы не образует синдром. Или если у нас набирается несколько симптомов, но они, например, непродолжительны, то мы не можем говорить, что синдром сформировал заболевание. Как я сказал ранее, синдром все-таки может говорить о наличии заболевания. И такие синдромы, как синдром Менхаузена, синдром завсегдатая больниц, кочующий больной и моя личная премия за лучшее название синдром госпитальной блохи могут говорить о заболевании, известном как ипохондрия. Это психическое расстройство, при котором больной постоянно обеспокоен наличием у него физического недуга или сразу нескольких, при этом нет объективных подтверждений этой физической болезни. Больной ищет информацию о заболевании, рассказывает всем вокруг про свою болезнь, обивает пороги больниц, ищет врача, который ему поверит и безуспешно будет лечить. Затем отправится к следующему, так как прошлый ни в чум не разбирается или уже не верит словам пациента. Все это сопровождается страхом и тревогой за больную часть тела. Очень часто вымышленный недуг нападает на внутренние органы, например, сердце. Нахождение в подобном эмоциональном состоянии приводит к нарушениям вегетативной нервной системы, то есть в итоге способствуя развитию психического расстройства. А мнимая сердечная болезнь превращается в действительную. Развязки в этой печальной истории бывают разные. Ипохондрик медленно угасает, отчуждаясь от людей. Ипохондрик, разуверившись в медицине и врачах, обращается к целителям и прочим шарлатаном, они его и долечивают. Как минимум потакая психическому расстройству и наживаясь на нем, а как максимум форсируя приближение инфаркта. Бывает, что родные направляют такого сердечника к психиатру. Правда, чаще всего близкие поддерживают веру в сердечную болезнь. Сами могут проявлять типичное поведение и в этом случае могут являться источником возникновения ипохондрия. Это так называемый делегированный синдром Мюнхгаузена, то есть навязанный окружением. В век высоких технологий наше окружение добирается к нам через экраны мониторов. И теперь появилась киберхондрия. Это та же самая ипохондрия с той лишь разницей, что мнимые заболевания, их симптомы больной находит и примеряет на себя с помощью интернета, где мы сейчас и находимся. Поэтому я и затеял этот разговор. На моем ютуб-канале уже имеется и в будущем будут появляться ролики про психические расстройства и психологические всякие затруднения. Я не хочу напугать и не отговариваю тебя их смотреть. Напротив, очень даже полезно узнать о себе и других что-то новое, посмотреть на аномальное, чтобы четче видеть нормальное, и наоборот. Но сомнения, закравшиеся из-за неясности происходящего внутри тебя, могут иметь далеко идущие последствия. Надеюсь, эти сомнения только что были развеяны. Я хочу, чтобы ты знал, что во время просмотра таких видео, чтения текстов и просто разговоров с тобой происходит то же, что и происходит со мной и со многими другими. И это нормально – вписывать себя в повествование, примерять на себя рассказанное, будь то фантазии про спасение мира или криминальная хроника. Так устроен наш разум, и это лишь может говорить, что у тебя хорошее воображение. Возможно, ты впечатлительный. А может быть, медиапродукт особо удачно задел за то самое твое живое. Понимая это, ты сможешь избавиться от возможного беспокойства и получить нетривиальное для ютуба удовольствие от новой информации и развития эмоционального интеллекта. Спасибо, что побыл со мной. Услышимся.